Областное отделение партии «Единая Россия» провело региональный этап дискуссии направления 2026. Его целью был сбор предложений по реализации послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Этой встрече предшествовала большая работа. На трех дискуссионных площадках члены партии и активные жители региона обсуждали, как лучше всего реализовать основные идеи послания президента. Во главе угла социальная сфера, благоустройство городской среды, ЖКХ, медицина, поддержка пенсионеров. Теперь из тех предложений нужно выбрать лучшие. Этот документ анализируется сейчас везде. И я вам благодарна. Я благодарна нашим муниципальным районам, которые провели уже три эти дискуссионные площадки. Я благодарна тем людям, которые принимали активнейшее участие, дорогие мои. Я вижу этих людей здесь в зале сегодня. Потому что, вы знаете, действительно, мы должны идти к прорыву. Мы должны идти в светлое, замечательное, удивительное будущее. В первую очередь обсудили развитие системы здравоохранения. Среди предложений продление программ «Земский доктор» и «Бережливая поликлиника», возобновление советской системы распределения медиков. Студент мединститута Максим Чеканчи рассказал о проекте «Арктический доктор», который работает на его родине в Мурманской области. Эта программа действует по Северо-Западу. В эту программу входит то, что не только для молодых специалистов, а для специалистов всех уровней и всех возрастов. То есть от выпуска с института до, хоть ты кандидат в медицинских наук или профессор или кто-то там. Программа заключается в том, что за первый год тебе, ты заключаешь договор, в первый год тебе выдают полмиллиона рублей, затем миллион, затем еще полмиллиона. Также участники встречи говорили о необходимости ремонта дорог по всей области, расширении программы «Комфортная городская среда», упрощении процедуры межевания, необходимости вернуть индексацию пенсии работающим пенсионерам. Лучшие предложения от региона будут озвучены на федеральной партийной конференции. Она состоится в мае. Вероника Лебедева, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.